Привет, дорогие друзья. Сайрам, намасте. Мы находимся в Мумбаи, в ресторане Шриджи. Мы вчера были в этом ресторане с международной парой Леной и Самиром. И нам написали в комментариях еще одна международная пара, Геляна. Привет. Намасте. И... Нейм. Меня зовут Акил. Ой, как хорошо Акил говорит. Я, когда вы написали мне, я пошла, ну, дала телефон Саши, чтобы встретиться с вами. И потом пошла на ваш канал и поняла, что я на вас подписана, что я вас уже видела. Ой, видела у Наташи, да? Наташи в Митеране. Очень приятно. А вы уже договорились, что вы закажете, что вы хотите? Сейчас посмотрим. Ага. Шриджи. Ну, наверное, сейчас. Малайковта. Малайковта. Ага. Вы здесь провели вот это время, да? Локдаун? Вот это все. Или вы уезжали куда-то? Да, я здесь. Наташил был в Катаре, работал. В Катаре? Да, я была с его родителями 8 месяцев, жила с ними. Вы врачи, да? И вы тоже, да, Гелена, вы врач? Я работала 4 года в Москве. Ну, у меня всегда такие видео, такие, да. Гам-тарарам. Так, как у вас канал-то называется? Намасте Индия. Намасте Индия, я же сделаю ссылку, да? Вот, намасте Индия, да. Но я на вас подписана уже. Очень приятно. И нахития подписана. Очень приятно. Ну, расскажите мне. Ну, я же как бы мало знаю, у меня мало гигабайт памяти, поэтому все по новой. Вы давно женаты? Да, вы женаты. В декабре, где-то два года. Два года всего. Но мы были в разлуке один год, так как я жила в Истине, недавно мы с ним поддал. И Акиль в связи с тем, что авиасообщения были закрыты, он работал доктором, как сэнфити-офисер, то есть человек, который отвечает за безопасность на офшоп. Это там, где корабль, где изучают нефть, в море, конкретно. И как бы мы поженитесь, там не только месяц у нас было. И потом он улетел на работу, обещая мне, что вернется еще два месяца и начнет работать здесь, в Индии. А вышло так, что локдаун возник, и авиасообщения были закрыты в Катаре, и он остался в Дохе на восемь-деять месяцев. Я жила с его родителями, али-баба. Потом вот он последний раз уехал в Доху на два-три месяца, и все, он сейчас уже, как бы, он планирует, недавно устроился на работу в ТМС, ТАНО Муниципал Прополейшн, как мэрия города, как медикал офисер. А вы далеко отсюда живете? Вот сейчас мы находимся в Мумбайе. Если, допустим, доезжать нам до аэропорта без пробок где-то на минут сорок, а если там с пробками, то час-час десять. Не всегда мы ехали два с половиной часа, там, в связи с тем, что там вначале не поняли адрес, кружение. В другой вообще ресторан приехали в Шриджи. А, есть еще такой другой Шриджи? Да, там еще очень много ресторанов. Сначала приехали в другой ресторан. Понятно. Поэтому опоздали. Спасибо вам за приглашение, кстати. Ребята нас даже пригласили жить у себя, но Саши говорит, я люблю быть таким вот свободным, чтобы хоть ночью уйти, прийти там. Он, правда, ночью не уходит, не приходит, но иногда очень рано просыпаемся, он бежит в пять утра чай пить на улице, там, искать. Ну, как-то так вот. Да, в принципе, и в следующий раз, если вы едете, можете вас остановить. Вы живете с родителями? Нет, сами вы снимаете? Да, мы снимаем, а родительский дом, где-то в трех километрах от нас. Ну, мы решили отдельно жить. Вы снимаете квартиру? Да, снимаю. Квартиру, да? Ту бедрум? Один бедрум. Один бедрум. Ну, вам достаточно, в принципе, же, да. Могатуй, мамки. Как сказать? Вообще посмотреть, что такое насем на квартире снимать. Потому что с родителями живем, у них постоянная забота. То есть мы даже и за продуктами не выходим, я кушать не варилась, да, а ей ничего мне не дают потом делать, варить ничего не дает. Его тоже, папа его очень сильно любит, как единственный ребенок, и они его родили в очень пожилом, ну, как мы в пожилом возрасте, в 15-36 лет. И как бы они к ним как маленькому ребенку относились, тоже ничего не дает. И там все с него здорово. Они так кормят его вот так вот, бротик? Да, да, да. Мама их кормит. И мы это все посмотрели. Я просто смотрела, помню, не помню, какой фильм «Зитую Гету», что ли, какой-то фильм, что там и мама кормит, и кормит, а сын там 30-летнего, он даже не знает, как ложку держать, и тогда я удивлялась. А сейчас вот я смотрю индийские мамы, они такие заботливые. Они очень заботливые и, ну, чрезмерные. Ну, я, Господи, у меня непривычно. Когда я с ними троем жила, мне было комфортно. Да, муж приехал, чрезмерная забота, то есть все. Сегодня нельзя кушать, допустим, какие-то, какие-то, такие-то продукты. В общем, мы, это наш пробный вариант. Мы сказали, что если что, вернемся. Вам понравилось отдельно? Вначале мне да, а Фила прям тянула назад. А сейчас я у него спрашиваю. В принципе, я не против переехать к родителям, потому что там, может быть, там зарплата побольше была в Дубай, в Нотаре, он работал. А сейчас на начальных условиях уже занялся в государственном госпитале, и поэтому как бы учили. Я ему сама предложила, может, поедем к родителям жить, потому что он мне там не хочет. А вы в большом доме снимаете квартиру? Да. За какие этажные? 28 этажей. 28 этажей. Вы снимали это? Снимали это на видео, свой комплекс? Есть, да? Ага, классно. А сколько платите? Платим 18,2 этажей. И там плюс коммуналка. Это, в зависимости от Лиси, как мы используем. Это в районе 22-23 этажей. Понятно. Нормально. Ну, в принципе, как в большом городе, в Мумбаи же самый дорогой, поэтому для комплекса это прекрасно. Мумбаи еще дороже. Еще дороже на тысяч 10. И причем у нас там спортивный зал есть, и эти дорожки, и такой прям комплекс хороший, где можно погулять, там бордюры, там все благоустроены, везде цветы, пальмы, везде охрана, охраняемый комплекс. Туда просто так тоже не въехать. А здесь на 10 тысяч будет в Мумбаи дороже. Плюс еще и как бы, ну, не такой не очень дороже. Может, и в два раза даже. Не обязательно на 10. Ну, если такой же, тогда в два раза, как минимум. В два раза, как минимум, да. Уже тут сориентировались в ценах. А вы откуда сами? Я с России, с республики Калмыкия, город Минстр. Это, в общем, кто не знает, это граничит с Дагестаном, с Астраханской областью, с Волгоградом. И вы познакомились в России, да? Да, в Волгограде. Познакомились мы с ним. Меня подружки пригласили. Я просто думала, быстро рассказывать. Не, вы нормально, как хотите, так раз, мне кажется, конечно, Саша немного заглушает. Ну, что поделаешь. У нас такая лайф-видео все время. Мне просто неудобно или нормально? Нормально, параллельно, нормально. У нас так всегда получается. Если хотите, конечно, мы можем немножко отсесть, но я думаю, мужчинам будет не очень удобно, если мы сейчас уйдем. Саша за вас будет переживать. Где моя Ирина? Да, да, да. Как вам вообще? Как вам в другой стране? Вы мечтали когда-нибудь так уехать в другую страну? Как ваша мама? Она не в шоке? Моя вот в шоке была. А вы здесь сколько? Пять лет, да? Пять лет? Пять лет? Пять лет? Нет, у нас мы уже будем знакомы в следующем году десять лет, девять лет мы уже вместе и восемь лет женаты. Мы в тринадцатом... В девенадцатом познакомились, в тринадцатом поженились. Мы знакомы, так, нам сейчас мне тридцать один, ему тридцать четыре, мы девять лет где-то, девять-десять лет. Но мои родители в начале, ну мы с ними познакомились, когда я была на третьем-четвертом курсе, он уже заканчивал, в шестой курсе. То есть последние полгода успели встретиться. И родители сказали, что мама, у меня серьезное решение с индейцом. Мама сказала... Мама молла посуду, у нее там все вывалилось, и взрослый сказал, только не говорите папе, папе будет инфаркт. Это у меня первая реакция. А на сегодняшний момент уже там видно, что время прошло, как он относился к моим родителям, там, внимание, подарочки. То есть мы... Я по религии буддисты, то есть там, он просто буддистские элементы постоянно посылал, там, в республику мою, там, родители. Ну и они поняли, что... Ну и как бы я тоже, как бы, ну, не начинала тоже это отношение, да? Макиль тоже. И его родители тоже были немножко в шоке, что как бы ворина родили для их традиционных семьи. Потом уже с течением времени поняли. Вы не меняли религию, да? Вы остались буддистской. Да. Он индуист. Он индуист, да. Это у вас вот такая Мангала Сутра, как бы, своеобразная, да? Мангала Сутра. Это еще, получается, Мангала Сутра Макараширская. Я таких не видела необычных. Обычно такое там, немного по-другому, да? В общем, моя мама сейчас очень даже прям защищает его. Знает его спиртаракции, его паракции. Это иногда могут нервничать, там, женские, это даже аж женские гормоны, а потом они не могут показать под калик. Это тоже очень важное. Ум, ума, 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 ума. Ум, ума, 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 ума. Ум, ума, ума, ума. одевают мангала с утра и женщина постоянно но если она индуистка или хочет вот показать что она замужем мне родители сказали что после свадьбы нужно 3 месяца постоянно носить а потом они мне сказали если ты хочешь там что-то не подходит можешь снимать я как-то так одела его пока не снимаю как вы привыкали вообще вы питаетесь как питаетесь по-индийски как вам эта пища сейчас я привыкла и думаю если я сейчас поеду в россию то мне будет конечно не хватать когда вы были последний раз в сентябре 2020 года то есть как только открыли границы я учусь и скучилась мне нужна была документация в России я улетела на месяц потом прилетела и он как раз прилетел с Катары а вы получили оси а вы подойдите ясно вы хинди изучаете хинди я пока серьезно так не изучаю но с Павловией общаюсь на мараттии да так разговорно то что а сколько он знает языков мараттии, хинди, английский английский и русский русский еще какой? русский язык все 4 да? молодец круто как вам мараттии дался легко? сложный же говорят язык мне еще не дался, но сложно да и я сейчас хочу на мой хинди учить, чем в мараттии говорят, что хочет в начале учить, потому что если я хинди учу, чем в мараттии я больше начинаю понимать я так, на слух, я же с ними 8 месяцев жила среди мислями баба вообще не знает английский, а мама знает английский поэтому как бы с бабой, то есть он со мной принципиально, если что не понимаешь, он принципиально разговаривал на мараттии а еще ты переводил? говорит, нет, нет, пусть она на мараттии учится они мне дали имя индийское Сарасвати ух ты хотя в начале у меня оно не очень я думаю, нет, называйте меня Беляна а потом, сейчас в последнее время я сейчас начала изучать физическую астрологию я поняла, что по моей Накшатре у меня покровитель Вишну и Накшатра тоже Сарасвати тоже поэтому я удивилась, что баба мне дал имя Сарасвати как раз то, что мне как раз подходит я подумала, наверное, это карма ну и думаю, наоборот, надо принять вот, а они как бы понимают раньше я понимала, что мне не нравится это имя Сарасвати богиня знания индуистка и баба прям так всегда мне сказал нет, нет, называй ее Сарасвати я говорю, баба, называйся Нигелянка нет, Сарасвати ой, ну я даже не знаю так одной остаться со свекрами как-то это испытание на терпение наверное, все-таки буддисты они терпимы я даже жила два месяца совершенно одна потому что было так, что 17 апреля мы запланировали российскую свадьбу мы купили билет и мы должны купить я, Айба, Акиль и моя мама мама еще одна индийская тетя мы купили и тут уже локдаун то есть получается и они уехали его родители с директной Ратнагири и в Ратнагири в этом месяце в марте месяце, да, вы знаете, все эти фестивали религиозные праздники и они уезжают на два месяца он поедет со мной и говорит, нет, я буду ждать мужа своего через неделю он должен приехать и они решили оставлять меня одну или не оставлять, если я ему в итоге оставили на неделю, сказала, езжайте сбоку ничего страшного, не случится в итоге они уехали и тут закрыли границу национальный локдаун такой прям резкий на рендер-моде и вот я осталась одна вообще, конечно жила два месяца на испытания потом, когда этот локдаун наступил там все батюши видимо, за продуктами все поехали я такая еще я парень еще все говорили, там иностранцы ну, у нас в принципе дом родительский там 4-5 этажей там все друг друга знают там ко мне все там ну, соседи помогают у нас есть хорошая подруга Раджиш Ринтиска нас там ничего не потратим вот 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 она она тоже доктор ее родители ну, их квартира тоже располагается 1-2 метра от родительского дома и поэтому они мне очень здорово поговорили мы с ними общаемся больше можно сказать, чем сростные они там как сейчас вторые родители недавно они у нас были в гостях и они даже сами говорят но тоже сростные комментарии лучше кашли друг друга очень хорошие дети очень хорошие родители и неожиданный поворот, да? судьбы вот так вот родители с родителями живут прекрасно как я в своей комнате в свою комнате там 2-3 в ней Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 очень уютный, особенно на втором этаже и особенно эти три столика, которые у окна. Мальчики пошли за машиной. Ой, мальчики еще не пошли.